Здравствуйте! Спасибо, что вы присоединились к RTVI US. Я Георгий Цехеселий. Сегодня у нас в гостях замечательная, уникальная, талантливая, великолепная и прочие эпитеты, которые только можно придумать. Кристина Арбака – это гость в студии нашей новой прекрасной гостиной. Кристина, привет! Здравствуйте! С новосельем! Спасибо! Я очень рада быть. Я такая, как кошка, да, которая приходит первая на порог дома и вот посмотрит. Надеюсь на счастье. Доброй ногой, сто процентов. Кристина, первый вопрос. Ты десять лет не давала интервью. Это правда? Интервью? Да. Такое большое, сесть в студии, поговорить. Мне кажется, столько даю интервью, что постоянно... Ну, в основном, наверное, это какие-то печатные издания. Я знаешь, в чем спрашиваю? Ну, то, что я не давала интервью у модных всяких YouTube, так скажем, блогеров и в каких-то таких форматах, это да, как-то принципиально. Мне как раз интересно, почему. Неинтересно. Не люблю я это, да. Нет, спасибо большое, что пришла к нам. Ну, пора уже, десять лет все-таки. Следующее, почему. Последний тур Кристины Арбакайта в Америке был аж в 2015 году, почти 10 лет назад. Чего так долго? Почему такой большой перерыв? Ты вот, вот как так? Вот так время быстро летит, знаете. Просто пролетела. То есть тогда у меня дочке, получается, было-то всего, она была маленькой, два года мы с ней проездили. У меня есть фотография, где она за кулисами со мной, как кукла. Тут уже она у меня помощница. Вот, уже 12 лет. Прости, но твой выстрел мне спиной не будет смертельным. Их было уже слишком много, твой будет не первым. В Америку мы ездили, конечно, регулярно. Но, по крайней мере, ну, 3-5 лет постоянно с новыми программами. И после 2015 года у меня, естественно, была опять новая программа, бессонница, такая небольшая, юбилейная. И, конечно же, огромные планы, так же, как традиционно, проехать везде, значит, с этой программой. И уже была Германия, был Израиль, и, естественно, дальше предполагалась Америка, как всегда. Потому что это три страны, которые всегда неотъемлемая жизнь наша, гастрольная встреча с нашими соотечественниками и поклонниками. Но тут вот ковид, ковид, пандемия, и все наши планы, естественно, поменялись. Даже не поменялись, а просто застопорились, встали. И хорошо, что мы тогда не объявили Америку, потому что бедные Германия и Израиль, это было 4 переноса. Ну, сначала это был, естественно, ковид, ну, а потом война. Через, там, 2 года, да, и вообще уже не понимали, вот как, куда двигаться. И лед тронулся, потому что Израиль, вот, слава богу, в июне все-таки эти все перенесенные концерты все-таки удалось. Хотя и там сейчас очень сложная ситуация была. В общем, но, тем не менее, мы это сделали, и концерты были, тур произошел. И вот, и надо все-таки уже дальше двигаться. Обещанного 3 года ждут, да, но теперь, а тут получилось намного больше. Кстати, лично, как ты лично пережила вот этот ковид? У каждого был свой какой-то опыт? Кому-то это открыло глаза, кому-то это придумало, не знаю, какое-то новое хобби и так далее. Вот, лично, что ты вынесла из ковида? Позитивного? Ну, я как-то остановилась, да, такой тайм-аут. Ну, у меня было несколько тайм-аутов в карьере, это декрет. А это такой уже случайный, вот, вынужденный, и тайм-аут, который ты не можешь контролировать, да, сколько это протянется. Если декрет, там, ты уже как-то себя прогнозируешь на что-то, то тут. И, ну, что произошло? Мы, я, естественно, у меня отменились концерты очередные, которые постоянно были, спектакли в театре «Современник». Это было перед днем рождения Клавочки, у нее были весенние каникулы, поэтому она была в Москве с Мишей. Мы планировали день рождения с мамой, с друзьями, с детьми, там, всеми. То есть уже был какой-то план, было место проведения, то, что у нее 30 марта день рождения, а это все произошло где-то 19-го, там, 18-го марта, когда все локдаун, и все отменилось в Москве. Поэтому мы буквально на следующий день взяли билеты и улетели в Америку, в теплые края в Майами, и там засели втроем. Ну, вот, и прекрасно проводили время. Я вспомнила, что можно готовить, что-то придумывать. Мы стали осваивать вот эти все домашние посиделки, ужины, при свечах или что-то еще. Потом у Клавочки, естественно, была онлайн-школа и онлайн-лагерь летний, где нужно было с ней делать поделки, рисовать, акварели. Вот мы с ней, короче, занимались. Чего только не вспомнила. Ох, да. Давай вернемся к туру. По листе американским зрителям. Чем они радикально в лучшую сторону отличаются от других зрителей? Наши люди везде. Я обожаю приезжать в многостроли, вот, в свободные страны. Когда они, когда зрители живут, радуются жизни, могут себе все позволить, могут работать, могут отдыхать, могут иметь свое мнение. И они приходят на концерт именно вот, чтобы отдохнуть, чтобы рассмотреть, чтобы потом поделиться друг с другом. Я обожаю, конечно же, публику везде, которые приходят на мои концерты. Я благодарна. Я благодарна всем своим зрителям, всем поклонникам, которые и в сложные времена, и в хорошие времена. Но они бросали свои дела, покупали билет и приходили на мой концерт. И приходят. И в России, это, конечно же, были, в России всегда сложные времена. Всегда дефолты, всегда какие-то проблемы. И, в общем, мы это все вместе переживали с моей российской публикой. И везде, и когда было, на Украину, когда мы ездили в Украину, и Беларусь, ну, все, и Прибалтийские республики. Очень много было концертов, очень много гастролей. Просто не перечесть. И на сегодняшний день я, ну, просто хочу быть откровенной, просто хочу увидеть глаза, просто хочу поделиться своими песнями, новыми, старыми, с американской публикой, с публикой Канады. Ну, я соскучилась, во-первых, потому что все-таки прошло немало времени. Я изменилась, поклонники мои изменились. Есть кто-то уже вырос, у кого-то в семье, там, дети, внуки, может быть, есть вновь прибывшие, которые, может быть, и недавно были на моих концертах. В общем, мы все поменялись за это время, начиная, наверное, да, вот с ковида. Просто хочется вот увидеться. Какие сюрпризы? Ну, я сама сюрприз, понимаете, вот она я, я вышла, вся такая, да, вот он сюрприз. Вы знаете, сюрпризы, поскольку концерт живой, наше живое общение со зрителями, поэтому, что только не бывает на концертах. Я и мой потом, например, в Питере концерт был в марте, в первое воскресенье весны мой, как бы, заключительный концерт в России. Так получилось, что, ну, не получилось проехаться в Россию. В общем, я решила, что мы встретимся когда-нибудь в лучшей жизни. Но это был очень знаковый для меня концерт, потому что это было первое воскресенье весны, и все поклонники мои и мамы... Тут нужно напомнить, что это семейный праздник. Алла Пугачёвой, да, это было первое воскресенье, приехали на этот концерт. Это был подарок от меня и от мамы нашим верным друзьям и поклонникам. Вот, поэтому это был такой знаковый концерт для меня, и я потом со спокойной душой сказала всем спасибо, люблю, до новых встреч и уехала. И, в общем, поэтому... Ну, я почему-то вспомнила этот концерт, так там я запуталась в платье и упала. И пела, и даже уже не пела, по-моему, уже музыка играла, а я, значит, думала, так, где я? Ну, в общем, со мной разные. Потом со зрителями у нас могут быть какие-то там шутки, то есть сюрпризы могут быть разные. Вот, но жизнь мне, она мне все равно приносит какие-то сюрпризы и приятные, и очень странные, и какие-то не очень. Вот, например, далеко ходить не надо. Мой концерт в Нью-Йорке 28 сентября. Клэр Ту. Да. Клэр Ту Терри Бруклинг Калледж. Вот. Я это... Я собираюсь. Вот, правильно. Но собираться придется в другое место. Конкретно локейшн. Потому что вдруг пришел имейл, что у них какая-то произошла аварийная ситуация в зале, и все концерты, которые планируются в сентябре, они отменяют. Но, слава богу, для нас это не отмена, а перенос в этот же день, в это же время, 28 сентября, в 7 вечера, в театр Ашана. Там же, в Бруклине. Встретимся, значит, в Ашане. Поэтому сюрпризы у них уже начались. Это важная часть. Те, кто купил билеты, обязательно посмотрите внимательно на свой e-mail. Там должно быть уведомление о том, что билеты нужно обменять. В Бруклинг Калледж, в Клэр Ту Театр не будет. Будет теперь в Ашане. Поскольку мы твои концерты от всей души поддерживаем, то надо это особенно подчеркнуть. Скажи, пожалуйста, есть ли разница, или это одна и та же программа во всех странах? Вот, например, ты здесь будешь что-то другое показывать, представлять, петь, играть, или везде одна и та же программа? Ну, создание программы – это очень такой кропотливый и сложный процесс. Потому что, ну, вот как бы она обновляется раз в несколько лет, да, пять, там, лет, три года. И каждый раз ты думаешь, ну, что же надо, что-то старенькое, что-то новенькое, новые постановки, новые костюмы. И вот так вот каждый, для меня, я не знаю, как другие там мои коллеги, да, но вот так вот менять программу каждый месяц или каждую неделю – это крайне сложно, потому что существуют определенные постановки. Я все-таки завишу еще от постановок, от балета, от костюмов, от контента, репетиции. Поэтому, конечно же, я не меняю часто, но возникают новые песни, которые очень хочется вставить в репертуар. Поэтому программа, которая когда-то была премьера программы «The Best», она была юбилейная в Москве, она претерпела уже некоторые изменения. Вот, уже будут кое-какие новые песни. Личная история. Песни «Поговорим». Как-то вот так получилось, что она сопровождала. И как-то я увидел, у тебя был живой концерт в эфире «Авторадио». Ты ее спела вообще по-другому. Да, я не музыковед, поэтому я не могу объяснить. И, наверное, я надеюсь, что это не обидно, но это, правда, моя любимая у тебя песня. Связана с личным еще раз. А у тебя есть твоя любимая песня? Ну, на самом деле, уже, опять-таки, хоть я редко даю интервью, но есть уже какие-то ответы, которые достаточно часто... Может, новое что-то? На которые я часто отвечала, что любимая песня – это новая песня. Но, тем не менее, ну, потому что поешь много, долго. И даже у многих артистов, я думаю, что во всем мире, да, иногда приходишь, например, на концерт любимого артиста, и ждешь какую-то определенную песню, а то не исполняет. И думаешь, ну, как же так? А просто вот надоело, и они решили новую, да? И так происходит со всеми. Вот, включая то, что идет вперед репертуар, хочется показать что-то новое, и потом ты вспоминаешь, что, ой, надо вернуть, надо вернуть что-то, надо вспомнить. И поэтому в этой новой программе, она же как бы the best, недаром называется, потому что там очень много возвращений. Много возвращений, которые приятны и мне, приятны и зрителям. Вот, но чтобы вот что-то такое самое-самое-самое любимое, я... Меня тяжело выделить. Чтобы не обидеть кого-то из хороших друзей, композитором, чтобы не обидеть другие песни. Они же живые. Хорошо. Почему тогда, вот ты говоришь, новые песни? А на английском? Ну, я... У меня были попытки. Новые? Не, новые. Ну, во-первых, все-таки акцент. Вот как ни стараешься, и... У меня даже эп такой есть загруженный. Я, значит, пытаюсь шлифовать свой английский. С этим эпом сижу, мне надо позаниматься. И, значит, я что-то там... Что-то там делаю. Но все равно, вот как уж ошибки были в школе, в спецшколе в английской, вот они по жизни остаются. Вот давай сравним. У меня мой бич, это артикли. Не могу... Вот просто я 20 лет уже в стране. Вот. Я их просто пропускаю все время. А вот у тебя какой-то... Ну, я тоже сам. Да, и времена там тоже гуляют. Вот. Хотя у меня прекрасный лексикон. То есть я даже иногда могу там что-то посоветовать, какие-то слова. Вот. Но сейчас, правда, у меня столько всего в голове, я могу что-то перепутать, чем вызываю легкие такие улыбки и мягкие такие насмешки со стороны моей семьи. Вот. Ну, по-доброму. Вот. Так о чем мы что-то увлеклись? Мы говорили про песни на английском. А, про песни на английском. Ну и вот, да. Во-первых, акцент. Лексический скорый. Хотя я пела, да, я пела, даже выступала World Music Awards в Монако два, по-моему, раза. Вот. И пела там именно на английском. Ну, в общем, пока не ждать. Хорошо. Ладно. А, нет, кстати, есть в плане, есть песня, которую, да, мне предложили израильские авторы. И она была, она написана именно на английском. Но я предложила им все-таки сделать два варианта. Русский и английский. И, значит, сейчас в процессе, то есть мы обязательно запишем. Ждем премьеру. Да, кстати, хорошо напомню. Слушай, вот в целом, у тебя есть ощущение или понимание, почему вот этот акцент или это стеснительность или природная скромность? Почему из старой страны так мало людей как бы сделали себя, что ли, на англоязычной сцене? Потому что, ну, чего грех оттать? Да, английский язык, он все равно доминантный в мире. Да, и кто поет на английском, ну, понятно, аудитория расширяется многократно. Почему из бывшего Советского Союза, давай так вообще возьмем, так мало людей, которые прорвались. Ну, Тату только приходит, Танам, и то это было исключительно. Парголькова. Парголькова, да, да. Но это единицы, хотя прекрасных голосов и замечательных артистов, вот, у нас много. А потому что у них очень много своих, без акцента, певцов, артистов, которых рекординговые компании готовы вкладывать. А тут русские, это немножко такой кот в мешке, я так считаю. Вот, поэтому, естественно, были переговоры, какие-то беседы, какие-то предложения. А это все оставалось на уровне демо. То есть да, 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 а потом ждите waiting list. Ну, и тогда понимаешь, это не только со мной, это было из, так скажем, в моей семье тоже варианты. И потом мы просто поняли, что это им, ну, наверное, неинтересно, потому что огромный рынок свой. Ну, да бог с ними. Скажи, пожалуйста, не помню, кто-то из англоязычного шоу-бизнеса говорил, что уже, ну, там, уровни, я не знаю, там, Мадонны, что вокалом нужно заниматься всегда. Я всегда был в полной уверенности, что ты один раз научился держать дыхание, правильно звукоизвлечение, и все. Ты занимаешься вокалом на постоянной основе? Я занимаюсь, да, потому что одно время мне просто некогда было заниматься вокалом, потому что это была практика. То есть, ну, 30 лет прошло, и оглядываясь назад, конечно же, когда я заявила о себе как певица, то, конечно же, я столкнулась с критикой, столкнулась с критикой, с непониманием, ну, с пародиями и так далее. Но мне тогда это было, как-то я это совершенно не замечала, мне это было неранимо, потому что я знала, чего я хочу, и куда я иду, и что мне это интересно. А потом мне еще очень повезло, что не было соцсетей, потому что как выживают сейчас молодые артисты, я просто не понимаю, потому что у нас, конечно, уже, так скажем, метров, да, уже иммунитет у меня, по крайней мере, со всей моей судьбой, иммунитет на все, что происходит. Но вот молодым надо, конечно, сейчас держать свои нервы в порядке. И за эти 30 лет, конечно же, сначала я просто себя искала на плохом звуке, потому что сразу я начала работать вживую, сразу живьем, все сольные концерты, собрала команду музыкантов, балет, и старалась вот это все как бы из программы в программу шлифовать. И поскольку это была постоянная практика, а в России был, как у нас называлось, самопал, звук такой, это вот здесь любое можно было по райдеру, любое выставить аппаратуру, то 30 лет назад это было просто слезы. И поэтому на плохом звуке в разных акустических залах ты просто вот себя искал. Но приходит какой-то тоже момент, когда ты находишь человека, которому веришь, доверяешь. И мне вот посоветовали тоже, она бэк-вокалистка, она у меня тоже принимала, участвовала. И вот мы с ней просто несколько уроков, там приходишь, разогреваешься, что-то пробуешь. То есть интересно, чтобы с тобой еще профессионал как-то позанимался какими-то интересными звуками. И тут тоже мне очень интересно для меня, как такое даже развлечение, интересная игра. Я беру онлайн, интересных тоже несколько нашла, таких преподавателей из разных стран причем. Это и американка из Чикаго, и немка. И вот они дают такие вот интересные упражнения, разогрев. Мы с Клавочкой занимаемся так вот. То есть Клава тоже будет петь? Я не знаю, нет, но ей просто даже интересно тоже со мной вместе вот так позаниматься. Я не буду сейчас студию воспроизводить, пытаюсь, это ужасно неэстетично, но это настолько хорошо работает. Распевка, разработка речевого аппарата, правда, реальная вещь. Как ты вообще с хейтерами научилась обходиться? И вот как ты, потому что, наверное, любому живому человеку неприятно, да, услышать, типа, а ты и дальше список. Как ты к этому подходишь? Как ты не даешь попасть под кожу, что называется? Ну, во-первых, я игнорирую. Я вот не люблю перепалки. Ответ, ты такой-сякой. Ну, в крайнем случае, у меня бывает там накопится что-то, и я раз там несколько лет что-то выскажу. Ну, тут недавно было. Я высказала у себя все-то сидите. Да. Ну, куда от них? Ну, никуда не денешься. Такое время очень озлобленное. И вседозволенное. Если раньше писали письма, если не знали адреса, опять-таки, это с детства все было при мне, я это не понаслышке, все это я видела, знаю. Если не было адреса звезды, то писали на радио, на телевидении. И периодически, когда там приходишь на ту или иную передачу, тебе вот такие мешки этих писем выдают, а ты там, если есть настроение. Я помню, что мама выдавала бабушке, и бабушка на досуге всегда читала, что-то вот откладывала. Тут просьбы, тут, значит, хейтеры, тут что-то какие-то хвалебные. Ну, в общем, разные у нее были такие стопочки. То сейчас, конечно же, доступ к телу напрямую открыт. И каждый человек может высказать все, что хочет. И есть воспитанные, есть невоспитанные, ну, и у кого у всех свои цели. Ну, поэтому время такое. Просто не обращаешь внимания? Я игнорирую. Ну, хорошо. Давай проговорим про кино и про театр. Во-первых, что тебе больше нравится? Я понимаю, что это вопрос из серии, да, кого ты любишь больше, папу или маму, но тем не менее. Абсолютно разное отношение внутреннее мое, да, к кино и театру. Кино это вот такая вот детская, да, вот то, что потому что я с детства, с 11 лет в кино. И для меня это вот как любимое такое вот лакомство, торт Наполеон, там, я не знаю, мандарин на Новый год. Это вот для меня радость. Это такая, какая-то вот реально детская такая вот кайф. Ура! А если еще там вот команда хорошая, и вот, ну, люблю, обожаю, не могу. Скучаю безумно. То театр, это такое, ой, это всегда было что-то для меня за гранью. Театральные артисты для меня всегда, даже у тебя когда снималось в разных фильмах, и с театральными артистами, и они вот приходили на съемочную площадку с одного спектакля, на следующий день с другого, или после съемки они бегут на один спектакль. Я как, можно столько в голове держать тексты, столько спектаклей, и помнить, кто куда-то, но это, они добиваются, это ремесло, конечно, которое на автомате, и это все у тебя внутри. Это, я считаю, что театральные артисты, это, ну, просто гении, ну, гений. А вот, ну, я... Ну, чего скромничать? Ну, я просто не в таком объеме, да, в театре играла, и по одному там спектаклю в как разное время. И вот у меня были такие, ну, как бы эксперименты, и не эксперименты, и прекрасные вещи, как там барышня-крестьянка в театре Ермола, в этом я была дипломная работа, после первого моего премьеры, понедельник после чуда, после чего мне как раз предложили поступить в театральный институт, в ГИТИС, где как раз... Но я не... поскольку я уже была в таком творческом, гастрольном уже процессе, не могла пойти на очные занятия. И тогда, как раз в те времена, в 90-е годы, был набор на, как бы, вечернее такое, как бы, отделение. Вот, и, слава богу, вот получилось так. Получить образование. И вот моя дипломная работа была барышня-крестьянка, потом был очень экспериментальный такой арт-спектакль Даная. Очень красивый, но такой вектиковский, потому что его ученики этим это делали. И вот несколько лет назад прозвучал звонок от моей любимой, несравненной, потрясающе незаменимой Галины Борисовны Волчек. «Давай-ка попробуй, даже не попробуй, будешь играть?» Я говорю, двое накачали. Он говорит, ну вот надо, вот вводи. Я села, а я до этого уже видела, я приходила на спектакль, там два человека, три часа, Чулпан и Кирилл Асафонов. Я говорю, я, ну, я понимаю, что если я сейчас скажу, ой, не, вы знаете, у меня гастроль, я не могу, тут такой объем. Я понимаю, что я просто себя не прощу. Вот просто не прощу вот такой вот промах. И я знала, что это будет жесть, но сказала, хорошо, когда приходите. И все, и началось вот это выход из зоны комфорта полной, очень тяжелая, но при этом у меня были гастроли и репетиции каждый день в 11 утра в театр. Ну, это, конечно, того стоило. Это того стоило. Это были четыре счастливых года, прожитых у нас вместе с Кириллом. Сначала сложно было, потому что, ну, меня мало кто знает, мало кто со мной сталкивался на съемках, на съемочной площадке или там, ну, вернее, те, кто сталкивался, знают, а те, кто не сталкивался, не знают. Все-таки я для многих просто так, ну, эстрадная певица, легкий жанр. Хотя жанров легких не бывает нигде. И, конечно же, принять меня вот в такой вот в объеме и в такой сложной роли и в таком театре было сложно. Я прекрасно понимаю Кирилла, но тем-то и приятней ценней, что мы сыгрались, мы поняли друг друга, и мы вот полюбили друг друга как партнер партнера. Ты хочешь сказать, что я слишком толстая? Ну что ты, совсем наоборот. Хочешь сказать, что я слишком толще? Ты священный сосуд женственности с гордой изогнутым носиком, прекрасными округлостями корпуса и изящно изогнутой ручкой. Сосуд. С носиком и ручкой. И отчаянник. С швистком. А с тобой вообще тяжело сработаться, сыграться вот в этом случае? По-моему, со мной легко. Я очень легкий, приятный человек. Могу выслушать. Могу это уступить. Но если я считаю, что вот мне бы хотелось так, и я считаю, что это будет правильнее, я все-таки, естественно, настаиваю на каких-то своих. Но я всегда слушаю очень внимательно, прислушиваюсь. И тут, конечно, вот в плане, когда наша работа с Кириллом, он очень много взял на себя именно вот постановочных, режиссерских, партнерских обязанностей. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я, может быть, недостаточно внимательно изучил биографию, но, по-моему, у тебя никогда не было опыта мюзикла. А вот это что-то, что тебе было бы интересно потенциально? Не то, что я тебе предлагаю... Ну, только телевизионные мюзиклы были. Ну, телевизионные, конечно, я имею в виду живые. Да, да, такого, да, вот, хотя были предложения, были предложения, но что-то как-то, в общем, не сложилось, не сложилось. Почему? Неинтересно просто. Нет, нет, я всегда, я вообще за все хватаюсь. Вот все, что мне вот как бы с неба сваливается, любое предложение, я всегда за него... Я считаю, что это вот что-то дарится тебе вселенной, да, Богом. Поэтому я всегда максимально соглашаюсь на что-то новое, экспериментальное. Мне всегда очень интересно. И я была готова, я даже ездила в Лондон смотреть мюзиклы, вот, с продюсером, то есть был процесс. Но что-то вот как-то не сложилось, я просто уже не помню, что, ну, то ли не дали права на мюзикл, ну, вот что-то такое, что, в общем, не со мной связано. А потом уже как-то поезд ушел, и все. Давай помечтаем. Возможно, все, любая роль, любой театр, любой жанр, кино, все, что хочешь, что ты хочешь сыграть. Все. Я все могу. Я действительно, потому что я и комедийная актриса, 4, и Любови Маркови, и как бы драматическая, и трагикомическая, ну, любая. То есть я играла во всех жанрах, даже в медицинском сериале. То, что совершенно для меня было, сначала вроде как не совпадало со мной никак, но, тем не менее, все равно мне это было очень интересно. Сложно запомнить эти все термины. Вот, но очень тоже интересно, и поэтому я реально открыта вот ко всем предложениям. Там уже, конечно, можно рассуждать, подходит роль или не подходит, но изначально я... То есть нет такого, что вот хочу сыграть... Ну, не Гамля, это понятно, да, не знаю, там, Елизавету Первую, первое, что пришло на ум, такого нет. Нет, нет, вообще, вот опять-таки говорила когда-то, что не хочется зацикливаться на каком-то одном желании, на какой-то одной роли. А порой ты не понимаешь, что ты можешь ожидать. То есть у тебя может какое-то свалиться предложение, о котором ты даже не мечтал. Поэтому надо просто открыть вот этот портал и вот ждать что-то, чего-то очень интересного. Прежде чем мы перейдем к личному, вот это открытие портала, это одна из техник медитации. Есть какие-нибудь, может быть, советы, или просто расскажешь, каким образом ты открываешь портал, как ты отправляешь, не знаю, мечты во Вселенную? Это сейчас любимая тема моего мужа, потому что я... Мы не сговаривались. Да, он говорит, в этом мое теперь любимое хобби, это астрология. Понятно, что это не то, о чем сейчас я говорила, о портале таком, но, тем не менее, парад планет, сейчас у нас, да, затмение, новолуние, вот это все я заставляю слушать мою семью с утра, там, перед школой, там, или после школы. Я, значит, сижу, о, Клава, о, мама медитирует, или что-то, о, мама опять про звезды слушает. То есть, мне вдруг, ну, меня раньше интересовало, да, конечно, у меня даже опять-таки, там, лунный календарь, но сейчас я прямо вот, особенно какое-то сейчас время, действительно, очень много всего какого-то происходит там во Вселенной, поэтому вот насчет портала, ну, вот будем дальше разговаривать со звездами. В общем, есть медитативные практики, понял. А давай про роль мамы поговорим. Одна из главных ролей или главная роль в жизни? Ой, да я близнец же, я тут не помню, только вроде к одной роли, в одну войдешь роль, раз, надо переключаться, и поэтому мне порой так, ну, мне интересно жить, потому что я решила, что вот я такой вот многопрофильный человек, и я кайфую, люблю все, все, чем я занимаюсь. И обожаю быть мамой, проводить время со своей семьей, обожаю ездить на гастроли, обожаю сниматься в кино и экспериментировать в театре. Ну, давай поговорим про тебя как маму. Вот, не знаю, какая-то традиция, которая была с Никитой, с Дэйни и с Клавой, есть ли такая традиция, которая прошла через всех, или какие-то новые традиции, которые ты сейчас придумала с Клавой только. Вот как проходит, не знаю, неделя, вот хайлайт Кристины Арбака – это мамы. Ну, каждый ребенок воспитывает под себя, естественно. Я не буду говорить, что моя мама говорит по этому поводу. И каждый был, это были разные, да, как бы года, вот, то и век, вот, родились в прошлом веке, Никита с Дэйни. Поэтому, естественно, это все новая серия, новая серия, третья серия, ты по-новой учишься, по-новой, с сыновьями так, с дочкой так, и ты, и дети тебя воспитывают, конечно же, и учат этой жизни. И в прямом, в переносном смысле, конечно же. Советчики еще те поучают, вот, постоянно. Ну, а я не сопротивляюсь, мне тоже очень интересно, с чем уже они меня могут научить. Вот. И, ну, какая, ну, мама, как мама. То есть, собрать в школу, приготовить завтрак, обед. Конечно, все. Ланч – это необходимо, это все, и ланчбокс, и все это идет. Все, конечно, я очень такая заботливая, хозяйственная, все у меня, все спорится, все нормально, вот, и папа помогает. Вот, поэтому мы, у нас все сообща, ну, у Клавы сейчас такой возраст, когда она уже хочет быть самостоятельная, и она уже сама. Завтрак сама, значит, это, то есть, ну, обед, естественно, ужин на мне, а завтрак уже, то есть, могу и пропустить. В общем, завтрак во время школьной недели уже практически не на мне, а на Клаве. Хорошее воспитание, потому что, да, в Америке я знаю, что до 20 лет иногда мама готовит завтраки. Супер. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что дети тебя учат, а ты, прежде всего, я хочу спросить про Никиту, поскольку у него идет карьера в шоу-бизнесе, удивительно для всех, и я не слышал ни одного негативного комментария. Есть нейтральные, но в основном комментарии позитивные, потому что, ну, правда, у пацана шикарный голос, и он даже, если ты не знаешь, он даже делает периодически уроки по вокалу. Никогда не видела. Ну, он же, да, это не стриминг, а что-то у них... Так. Молодежь, не слова. Да. Честно. Простите. Молодежь, сейчас боюсь, опять-таки, перепутать. Вот я очень люблю так переставлять слова, слога, и получается, как это билиберда. Да, да, но, опять-таки, он берется за очень многое, имея образование filmmaker, он как режиссер, оператор и монтажер, он, как бы, прекрасно снимает клипы, причем это он делает, он может один все это, как человек, оркестр это все делать, вот, и, конечно же, у него много идей, планов. И вот сейчас в Лос-Анджелесе они собрали такую кавер-группу и стараются вот уж как-то проявиться, проявить себя, так что имейте в виду, очень хорошие специалисты. И еще у него прекрасные, еще сам треки прекрасные, он пишет к сериалам, к играм, это очень профессионально, это действительно очень интересно, и я даже вот планирую, если сейчас песня новая выйдет, там, я не знаю, на английском или на русском, все-таки он будет снимать следующий клип. А-а-а, хорошо, а ты ему советы даешь какие-нибудь? Пошел в бизнес, или он вообще самостоятельный, потому что он производит такое впечатление? Да, ну вот, да, в основном он мне. Я только так, хорошо, соглашаюсь, там, я говорю, ну, посмотрим, ну, подумаем. Вот, конечно же, как мать стараюсь, вот, что-то, но он сначала, он никогда не говорит, да, хорошо, он сначала обдумает, сначала как-то поспорит, вот, но потом приходим к какому-то общему знаменателю. Когда он был маленьким мальчишкой совсем, ты в глубине души хотела, чтобы он стал музыкантом? Или это было, что угодно, только не музыкант? Ну, он с детства пел, ну, то есть, вот, с рождения он все время пел, вот, если ты приходишь домой, там, а где же ребенок, куда же он там спрятался, или что-то, то есть, ты слышишь, где он поет. Вот, то есть, он все время где-то пел, как и в комнатах, под кроватью, и за где, постоянно, вот. Поэтому, конечно же, видно было, что он творческий человек, и что вот он идет каким-то своим путем упрямый, не хотел идти в проторенный, скажем, путь эстрады, да, шоу-бизнеса, то есть, ему нужно было абсолютно свой стиль, свой путь пройти, и... Ну, к сожалению, сейчас молодежь наша, да, которая оказалась в такой сложной ситуации, им пришлось очень многим пожертвовать, очень многое бросить, то, чего они добивались в своей жизни, и идти опять, как бы, искать себя, идти с нуля, и сейчас жить немножко другую жизнь, начинать сначала очень многое. Поэтому наши молодежь, которые, кто переехали в другие страны, им, конечно, досталось. Я очень надеюсь, что они, чтобы они вот пережили этот рубеж, этот период, и нашли все-таки себя, нашли свое вот счастье. Как ты сказала, в свободном обществе это скорее случится, чем не случится, особенно если человек талантливый, тут говорить не о чем. Ну, да, я очень надеюсь. У тебя есть какое-нибудь увлечение, какое-нибудь хобби, которое не касается творчества? Я, конечно, поясню. Не буду называть имен, есть одна артистка, которую ты наверняка знаешь, которая очень любит собирать мебель из Икеи, отгоняя просто палками всех домочадцев. Вот что-то в этом духе. Ну, я же уже сказала, у меня астрология, значит, это как... готовка. Так. Значит, это эп. Английский язык. Да, вот. Что еще? Мы часто путешествуем, когда есть, значит, всякие каникулы, в Европу ездим, еще что-то. Ну, а кто? Мы втроем. Кто еще? Ну, естественно, я. Теперь это у меня уже хобби. Собрать чемодан, разобрать чемодан. Собрать чемодан. Вот. А кто планирует путешествие, кстати? Это практически как Икея. Тоже пазлы какие-то, да. Да-да-да, именно так. Кто планирует путешествие в семье? Нет, планирует Михаил. Михаил у нас, да. То есть ты говоришь просто хочу вот так или ты просто... Нет, меня ставят в основном перед фактом. Поехали в Перу. Нам нужно туда съездить. Мы планировали эту поездку несколько лет, потому что то сезон не совпадал, то еще что-то такое, то гастроли. И вообще вот в июне наконец-то вот осуществилась наша идея. Полет в Перу. Ну и вот так вот периодически мы куда-то... Ну, естественно, ездим в знакомые уже любимые места, но и вот так периодически куда-то эксперименты. Какая у тебя любимая географическая точка в Америке, если узко, и вообще в мире? Любимая там, где друзья и родные. Или поехать вместе, опять-таки исследовать какое-то другое место под солнцем. Поэтому, где в основном Нью-Йорк, Майами, Лос-Анджелес, где я в основном чаще всего обываю, где у меня есть люди, с которыми хочется встречаться, видеться. Ну и, конечно же, зрители, с которыми я, надеюсь, встречусь и в других городах, которые в Канаде и в Америке. А в мире? Любимое место в мире? Вот самое-самое... Знаешь, вот я бы это назвал, наверное, местом силы. Вот где, когда ты приезжаешь в эту точку или в этот город, или в эту страну, может быть, вот просто батарейки начинают наполняться жизнью, чувствуешь, что вот оно мое, вот прямо здесь. Я такой, как бы человек мира. Я человек мира, мне, я везде могу найти вот что-то, чего можно подзарядиться. Ну и, а что-то вот вообще не нравится. Ну, то есть есть, что вот вообще, как-то вот я туда вот разъездила, например, вот туда уже не хочу вернуться, вот как-то не сложились обстоятельства, там, природа, погода, самочувствие. А есть просто, где действительно, ну, вот находишь для себя все время что-то новое, интересное. Вот, опять-таки говорю, что главное, чтобы вот тебя всегда тянет там, где свои, где свои люди, где душа, где понимание. Знаешь, я почему спрашиваю, вот мы с тобой много говорили о том, что и время тревожное, и люди тревожные, ну, в общем, как-то вот есть тревога. Сохранение спокойствия – это, ну, наверное, уже искусство, да, вот это вот сохранить внутренние стержни, сохранить внутреннее самообладание, часто бывает такое. Да, мы как-то затронули эту тему, но я все равно тебе задам этот вопрос. Ты очень мирный, вот мы с тобой второй раз видимся, ты очень действительно мирный, очень умиротворенный человек. Как такое получается? Потому что назвать твою жизнь спокойной, ну, она неспокойная, это не обязательно плохо, да, неспокойная жизнь – это не всегда плохо, это может быть очень даже хорошо. Откуда берется вот это умиротворение? И что его подрывает? Гены. Воспитание. Ну, у меня же как бы, да, борется Прибалтийская с Пугачевским. Вот. Кто побеждает? Ну, так, посмотрим. То есть это вот такая борьба близнецов. И, ну, я просто, я просто не истеричка, вот так просто, надо сказать. Конечно же, я взрываюсь. Что тебя способно взорвать? Вот скажи, признайся. Спичка у меня, у меня прозвище в дом, мама мне дала прозвище Спичка. Я вот, я, 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 мне надо, мне надо, я, я могу, что-то мне надо доказывать, порой это, что-то это, то есть, не, я такой очень даже взрывной человек, просто по делу. Конечно, потому что ты всегда права Просто так сотрясать воздух Лучше согласиться Или подождать Потом ответить Просто такой жизненный опыт И в общем Поэтому Миротворение Не хочется По пустякам что ли Нервы тратить Ты все надеешься Что сейчас все уладится Сейчас звездочки повернутся Все будет хорошо И конечно же опять-таки Возвращаясь к Любимым местам на планете Я просто вот сейчас подумала Что самая большая мечта Наверное сейчас У меня, у моих детей У мамы Это собраться В нашем доме В Москве Все вместе И Не обязательно на какой-то праздник Чей-то день рождения Рождество или Пасху А просто вот Наконец-то Собраться дома Потому что Конечно, у нас сейчас Это жизнь Судьба Так Разбросала Что мы не могли Конечно, об этом Все даже В это поверить И в это представить Ладно, давай тогда О чем-нибудь хорошем Потому что Всякий раз Когда я думаю О том, вот как Людей разбросало Моей семье тоже касается Друзей Куча Конечно, становится Тоскливо Давай о личном О моем личном Мне подполтинник Я смотрю Вот как ты держишься В той же самой форме Что Ну, я не знаю Может быть, ты что-то видишь другое Но я вижу, что Передо мной сидит Тот же самый человек Который был Та самая Прекрасная, красивая девушка Стройная Которая пела Поговорим По-моему, это был Первый канал Там какие-то там Стародревние Рождественские встречи Конечно Фиолетовая юбка Черная Черная Она просто так Отливала, наверное Летом Черная, юдашкинская Такая была Абажур мы ее называли Вот, очень похоже Так вот Как Объясни мне Дай мне добрый совет Пожалуйста Дисциплина Да Как-то Ну, во-первых, конечно же Спасает Сцена И спасает Какое-то чувство Ответственности Вот Меня, по крайней мере Втиснуться в костюм Влезть в экран Телевизора Я прикрою И так То есть оно Какое-то вот Тобой движет Конечно же Когда опять-таки Там Декрет Или Тайм-аут Или пандемия Там ты Вспоминаешь Боже Костюм уже надо И ты начинаешь Себя Приводить в форму Есть, конечно же Какие-то Ты уже просто Ну, я, например Уже знаю там Свой организм Знаю На что Как он реагирует Конечно же Может раньше Было легче Вот Сейчас как-то Уже надо Не знаю Жестче Там Себя держать Наверное Но я на самом деле На диетах Очень много Пробовала сидеть И ездила Даже в клиники Какие-то модные Но это все так временно И Скучно Что просто Надо Чувство меры То есть просто Какое-то чувство меры Там в еде Ну и обязательно Конечно Движение Опять-таки Если Много Переездов Концертов То Физическая нагрузка Я как бы Отдаю Это Этот Как бы Этот Как бы Этап Да Этот момент Физической нагрузки Именно Концертом Но если Какой-то Перерыв То естественно Обязательно Обязательно Спорт Любой Причем У меня нету Какой-то Рутины Постоянной То есть Я занимаюсь Всем Подряд То есть Как и творчестве Так и Спорте Это и Значит Буткэмп Это и Пилатес Это и Бар Это Ну короче Это Ну все Что Все что Можно Все что Где попотеть Там я Это и Велосипед Стоячий Не Нет Это все А вот У меня вот Несмотря на мою Такую вроде как Активность Физическую Все что Связано с Колесами Это не мое Ролики Велосипед Машина Вот вообще Ну совершенно Я вот Не Не умею Кататься Ни на чем То есть Подожди У тебя нет Водительских прав Права есть Я даже Водить могу Но Не любишь Ну да Боюсь Я отвлекаюсь Вот не знаю Как же Люди Как это вот они Умеют же Сосредоточиться За рулем Я нет Мне помогает петь Подпеваться тому Что я там Ставлю себе свой плейлист Если Так я еще больше Отвлекусь Программа новая В другом разу Это самое Ну да Это не надо Не делать этого Не отвлекайтесь Когда водите Кристин Спасибо тебе большое Что ты к нам пришла Это задам последний вопрос Есть ли какой-то вопрос На который мы сегодня С тобой не ответили Я Не задам Себе вопрос Я просто отвечу Хорошо Алла будет петь Камни будут в небо лететь Алла будет петь Крылья будут сзади гореть Алла будет петь Пули будут в душу лететь Алла будет петь Всем, кто хочет солнцем гореть Алла будет петь Алла будет петь Всем, кто хочет солнцем гореть Алла будет петь Кристина Арбака Это тоже, разумеется Будет петь Пожалуйста, посмотрите Билеты на сайте Event Cartel Отследите программу По городам Это будет не только Нью-Йорк Это будет очень много Городов по Соединенным Штатам И Канаде Пожалуйста, приходите Ну а кто придет Кстати, напоминаю Не в Бруклин Калледж А в Ашане Поэтому обратите внимание На то, что нужно поменять Вернее, сдать билеты Купить новые Приходите Мы вместе там обязательно Потусуемся Можно я буду тебе подпевать? Нужно На это же все как бы И рассчитано Что поем вместе Я надеюсь, что И танцевать позволят Потому что у меня всегда борьба Была там в России С охранниками Которые все время сажали Зрители Типа, ну сидеть Я ссорилась Останавливала песни И начинала ссориться Просто со всеми Потому что Отстаньте от людей Дайте людям отдохнуть Они же пришли ко мне на концерт Вот это моя вечная борьба была Поэтому я надеюсь Мы договоримся И будет просто Полное слияние Душ Супер Спасибо большое еще раз Кристина Арбакайта Была гостем в студии Нашей новой гостиной RTVI Спасибо, что вы были с нами Я Герген Цехеселя До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова